Сегодня наша тема это примеси, обертки, декораторы и меморизация. Начнем мы, наверное, с функций оберток. Давайте посмотрим репозиторий, который называется Wrappers. How Programming Works Wrapper. Итак, мы уже проходили функции высшего порядка и функции обертки это один из подтипов функции высшего порядка. То есть функции обертки они и принимают на вход функцию и возвращают функцию, что-то в ней меняя, добавляя какое-то поведение. Значит, вот пример. То есть тут у нас будет, видите, функция высшего порядка в раб, она на вход берет функцию fn и она отдает через return тоже лямбду, тоже функцию. Просто, чтобы продемонстрировать, что можно перехватить таким образом при помощи функции обертки, перехватить вызов, распечатать, какая именно функция собирается пользователь ее вызвать. Потом распечатать аргументы и когда она закончится, вот мы вызвали эту функцию fn с аргументами. Когда она закончится, мы распечатаем ее результат и вернем его из этой внутренней функции. Сейчас, вот пример. Функция с двумя аргументами, параметр 1 и параметр 2. Она просто их распечатывает и возвращает в массив. Из этих двух аргументов делает из них массив. Теперь, как мы пользуемся этим врапером? Вот мы вызываем врап, передаем на вход функцию и возвращаем обернутую функцию и потом ее вызываем с двумя аргументами. Попробуем, как это работает. Видите, все перехватилось. То есть, сначала происходит обертка, сам вызов врапа, потом сам вызов уже обернутой функции. Вот с такими аргументами. Вот эта строчка, это сама функция печатает, та, которую мы в обертку передавали. Потом, вот это, это тоже у нас перехват, когда она закончилась. И в результате мы напечатали, что она нам отдала. Теперь, первая реализация, она, скажем так, не универсальная. Это не универсальный врапер, он просто добавляет какого-то логирования. Теперь попробуем это все переписать вот на такой вот лямбдовый стиль, коротенький. И мы добавляем несколько обработчиков. То есть, в предыдущем врапере у нас не было обработчиков. А теперь мы саму функцию оборачивания вынесли в отдельную функцию. То есть, смотрите, у нас тут этот врап содержит две вещи. Во-первых, он оборачивает функцию fn, а во-вторых, он умеет делать логирование. Это уже две функции. Они очень простые, но их уже две. В втором примере мы добавляем еще два аргумента before и after. Это то, что нужно сделать перед вызовом fn и после вызова fn. То есть, таким образом мы убрали из функции врап все то поведение, которое предполагается будет туда добавлено. То есть, тут осталось только само оборачивание. Как оно работает? Из первой лямбды берутся, естественно, три функции. Возвращается тоже лямбда. И когда кто-то вызовет эту лямбду, что случится? Сначала вызовется функция before. Туда передадутся все аргументы из array args. Эта функция before, она вернет массив с аргументами. Этот массив будет развернут опять в аргументы. Будет вызвана функция fn. И то, что она вернет, передастся в функцию after. Автор его опять вернет. И то, что автор вернет, уже будет результатом обернутой функции. То есть, вот сама процедура оборачивания теперь абсолютно максимально абстрагирована. Максимально абстрагирована. Единственное, что мы, конечно, бы могли вот эти вот три функции after, fn и before объединить при помощи композиции. То есть, можно было compose или pipe использовать, чтобы их объединить. Но, так как у нас тут всего лишь три функции и всегда будет именно три, то вот таким вот способом сделать быстрее. Ну, просто оно будет быстрее работать. То есть, сюда можно было бы запихнуть и композицию. Это будет абсолютно идентичная реализация. Значит, теперь пример использования такой вот универсального оборачивания. Сделали функцию пар с двумя аргументами, как в прошлый раз она тоже распечатывает и возвращает массив. Теперь обработчик before, который умеет логировать то, что функцию вызвали, но она еще управление не перешло к функции fun. Дальше обработчик after, который говорит о том, что функция уже завершилась. И дальше вот мы оборачиваем, передаем два обработчика и саму функцию и теперь вызываем. Ну и дальше мы еще выведем на экран и саму функцию и обернутую функцию. Точнее мы выведем количество аргументов. Сколько аргументов было у самой и у обернутой. Так, давайте посмотрим. Второй пример. Вот before, потом сама функция, after и количество аргументов. Единственное, что тут испортилось, это в том варианте, когда мы функцию обернули, у нее точка length пропал. То есть мы уже не знаем, сколько у обернутой функции аргументов. На самом деле это тоже можно поправить. Можно симулировать функцию в rapt, таким образом, чтобы у нее было нужное количество аргументов. Динамически ее построить. Или же сразу при запуске обертки. Или же можно это сделать при вызове функции. Или же можно это сделать вообще заранее. Сделать себе массив из, допустим, от нуля аргументов до 20 аргументов. Сделать себе массив из функции, которые просто пробрасывают эти аргументы, ничего не меняют. Просто чтобы у нас был массив из функций с одним аргументом проброс, с 2, с 3, с 4, чтобы вместо их динамического создания мы просто подставляли нужную. Это будет быстрее работать. Это были просто функции синхронные, которые сразу же исполняются и сразу же возвращают свой результат через ретурн. А теперь мы попробуем то же самое сделать с функциями асинхронными. Так, так, так. Вот это у меня тут есть предыдущий пример. Вот в раб. А еще тут написан в раб асинг. Вот в таком стиле. Тут есть несколько обработчиков. Сначала обычный before и обычный after. А потом before callback и after callback. То есть мы уже в 4 местах производим перехват. Вот над вот этой функцией fn. Callback, мы это уже проходили callback, функции обратного вызова. То есть через callback возвращается результат из асинхронной функции. Или на самом деле может не обязательно она быть асинхронной. Она может быть асинхронной функции, но возвращать результаты через callback. И вот до callback и после callback мы тоже можем перехватить наши обработчики. Ну, тут пример тоже вот такой абстрагированной функции. Мы из нее возвращаем тоже лямбду с аргументами. Дальше мы должны вынуть callback из этой функции. И проверить. Ну, точнее, вынуть последний аргумент из массива аргументов. Да, тут ошибка. Я ее сразу правду. Значит, и теперь проверить. Этот последний аргумент является ли функцией. Если он функция, значит он callback. И дальше в этом массиве аргументов мы подменяем последний аргумент на свою лямбду. В которой опять перехватываем параметры. И как только перехватили параметры, теперь мы можем before callback вызвать, передать туда параметры. Потом то, что before callback нам вернет распаковать этот массив и передать в callback. И то, что callback вернет, передается в after callback. Вот опять три этих функции. Только в отличие от первого варианта, который просто через return работает, тут все происходит через callback. Ну и на самом деле эта функция vrap async, надо ее назвать не совсем vrap async, а vrap universal, потому что она позволяет обернуть и синхронные и асинхронные функции. У нас вот этот if, он как раз нужен для того, чтобы подменять callback, но в случае, если этот if не сработает, то у нас будет эта функция работать, как и предыдущая реализация. То есть она просто before и after обернет, а before callback и after callback просто не будут вызываться, если у нас это была синхронная функция без callback. Так, ну и вот тут ее реализация с логированием. Это то же самое, на самом деле, просто тут добавлены еще вывод на экран. Я вам специально оставил ее в чистом виде, вот тут в комментах, чтобы вы видели, что она достаточно маленькая, и это можно, ну, как-то, такую маленькую функцию осознать, понять, вот она вполне в голову помещается. Просто когда в нее добавляешь логирование, она разрастается и кажется более страшной. Ну, вот она на целый экран. Но на самом деле делает то же самое, просто это отладочный вывод какой-то тут добавлен. Сейчас мы ее запустим, чтобы понять, что происходит. И мы еще сделаем функцию cloneInterface, которая умеет клонировать объекты, в которых у нас несколько функций лежит. Давайте посмотрим сначала, что мы будем планировать. Вот такой вот объект. InterfaceInstance. у него есть метод name, ну, то есть у него есть один пока что метод. Сюда можно несколько методов положить, и это будет просто контейнер для функций, или контейнер для методов. Пока что мы обертываем, оборачиваем один. Метод name называется. Значит, на вход параметр 1, параметр 2 и callback. Он точно так же их, этот параметр 1, параметр 2, печатает на экран, и сразу вызывает callback, и отдает ему сразу захарткоженный сюда field и value. Ну, какой-то ответ. Дальше мы вызываем клонирование, cloneInterface, вот тут, и говорим, склонируй нам interface, interfaceName. И оно нам отдает clone. Это такой же объект, в который все методы из interfaceName переложены, причем каждый метод еще и обернут. Сейчас мы посмотрим, как реализован cloneInterface. Вот он. На вход идет interface. Вот an interface. Дальше мы заготавливаем специальный объект, в который будем добавлять уже обернутые методы. теперь проходимся по интерфейсу циклом forIn, добываем оттуда ключи, то есть имена методов, теперь добываем ссылки на каждый метод, функцию fn, в локальную переменную fn, и дальше вызываем wrapFunction, который мы уже написали до того, и то, что нам wrapFunction вернет, добавляем в клон key. То есть мы проклонировали весь интерфейс. Если в интерфейсе будет много методов, то все они склонируются. Ну и вот теперь вызываем clone, метод name, передаем туда два аргумента, и есть у нас callback, который просто выведет нам, когда это все закончится. Вот сюда. Давайте это дело теперь запустим. Третий пример. О, много вывел. Сейчас, давайте очистим все это дело. вот так. Оп. Чтоб понять, где он начинается. Так. Вот сначала в wrapFunction метод name, потом кто-то его вызвал, вот его аргументы. Так. Дальше это сам метод распечатал свои аргументы, и потом вызвал callback, а потом случился конечный обработчик fire. Вот такое. Ну, и еще раз, когда этот конечный обработчик вышел, мы еще раз перехватили, и говорим, что конечный обработчик уже ничего не отдал. Ну, это нормальное дело, потому что этот конечный обработчик просто необходим был программе, чтобы в него получить результаты, и он с ними что-то сделал. Он уже никому ничего не должен отдавать. Ну, такое. Это асинхронная обертка уже. Или обертка с callback. Ну, теперь мы попробуем что-нибудь более крупное, наверное, обернуть. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. В rap.api. О, это тот же пример. Смотри, надо его привить отсюда. Так. Теперь мы сделаем несколько оберток, которые добавляют поведение. Вот сразу на примере будем смотреть. Вот мы сделали функцию fn, которая просто умеет распечатать, что она вызвана, и ее параметры. Тут все понятно. И хотим сделать такую обертку, которая бы добавляла к этой функции тайм-ауты. То есть вот передали тайм-аут, 100 миллисекунд и функция. Теперь мы получили на выход функцию fn100 и точно так же сделали fn200. Это две обернутые функции fn. Каждая из них будет работать в течение 100 миллисекунд и 200 миллисекунд соответственно. То есть если после обертки, после вот этой строчки мы будем вызывать несколько раз функцию fn100, то она будет вызываться пока не пройдет 100 миллисекунд, а потом вызов прекратится, то есть тайм-аут случится. Это функция проброшенная через обертку, проброшенная через врапер, имеющая какой-то предел срабатывания. То есть через 100 секунд предел будет достигнут и потом будет бесполезно ее вызывать. то есть мы будем потом сколько угодно раз вызывать fn100 и это ни к чему не будет приводить. То есть функция fn не вызовется, когда будет fn100 вызываться. Попробуем как это работает. Мы делаем специально таймер. Теперь вот у нас есть две обернутые функции. Мы поставили таймер на 150 миллисекунд и из этого таймера вызываем fn100 и fn200. Тут fn100 не должно сработать, потому что уже 150 прошло. fn200 должно сработать. Давайте это дело попробуем. О, видите? Second. Да? То есть случилась вызов таймаута. Function timeout это первая функция first. А вот это second. Это вторая. Она все-таки вызвалась. Теперь как мы достигли такого результата. Давайте посмотрим на реализацию вот этой функции оберки таймаут. На вход мы получаем количество миллисекунд и функцию. Дальше там устанавливаем таймер set таймаут. Получаем ссылку на этот таймер, чтобы потом его можно было прибить. Значит, когда таймер срабатывает, а вот он срабатывает через msec миллисекунд, если проверка, если таймер существует, если мы его еще не прибивали таймер, то выдаем на экран просто строчку, это просто для того, чтобы отладить, для логирования, чтобы мы понимали, что у нас в ходе происходит, просто выдаем на экран строчку, что все, таймаут прошел. И дальше обнуляем таймер. У нас не нужно делать clear таймаут, потому что таймер уже сработал. Если бы это был интервал, то нужно было clear интервал сделать. А тут хватит всего лишь то, что мы присваиваем в таймер null. Ну и мы потеряли ссылку на этот таймер, таймер вообще-то это объект, и обычно, когда делаешь clear таймаут, этого мало, чтобы таймер освободить, нужно еще сделать или таймер анрев, или же таймер равно null, ну для того, чтобы в системе не осталось ссылок на этот таймер, чтобы его сборщик мусора мог прибить. Ну и мы из функции таймаут возвращаем лямбду, вот это наша подмененная функция, которая выходит из обертки, она захватывает все аргументы, дальше она проверяет, если таймер еще установлен, то есть не прошел таймаут еще, то тогда нужно сделать clear таймаут, то есть снять таймер, пока он не прибил там функцию, пока он не прибил собственно возможность вызывать эту функцию, дальше нужно обнулить этот таймер, ссылку на него, теряем и вызываем функцию и возвращаем то, что она вернула, очень все просто, то есть у нас вот есть эта переменная таймер и она у нас одновременно и хранит ссылку на таймер, который считает миллисекунды до таймаута возможного вызова этой функции и этот же самая переменная таймер является у нас флагом, то есть если таймер есть, то можно вызывать функцию fn если таймер уже кто-то обнулил или отсюда то есть кто-то вызвал эту функцию или отсюда то в этом случае значит если уже кто-то вызвал то все мы ее повторно не вызываем то есть эта функция таймаут она не просто ставит таймаут на функцию но еще и ограничивает ее в одном вызове то есть после первого вызова все ее второй раз уже это на самом деле и таймаут и once она две функции делает ну можете дома допустим как пример сделать функцию таймаут которая не будет одновременно ограничивать вызов одним вызовом то есть тут ее максимум после того как мы обернули можно один раз вызвать то есть если мы сюда вот эту функцию 200 добавим еще раз вот так то первый вызов fn200 second он приведет к тому что второй уже не будет вызоваться вы можете переделать этот код на такой чтобы второй раз она тоже могла вызоваться это очень просто так теперь асинхронный таймаут точно так же ну точно так же видите заводим тут таймер абсолютно так же дальше сейчас сейчас а давайте начинать смотреть этот пример с примера использования функция с параметром и с callback она при вызове говорит свой параметр и возвращает этот же параметр через callback просто пробрасывает его дальше вот у нас есть два раза она оборачивается и дальше мы устанавливаем setTimeout тут опять таки на 150 миллисекунд и два раза изнутри вызываем fn100 и fn200 и на каждую из них вторым аргументом навешиваем лямбду которая будет получать оттуда результат и будет распечатывать callback first и callback second то есть у нас теперь результат функции fn возвращается не через return а через callback но мы посмотрим на реализацию функции timeout и заметим что она вообще никак не изменилась смотрите она абсолютно такая же то есть мы тут в этой функции timeout мы никак не должны обрабатывать callback он нас тут не особо интересует нас все равно тут интересует только первый вызов этой функции мы можем написать еще специальный вариант асинхронного таймаута который будет ждать не начало вызова то есть тут мы ждем сейчас начало вызова а конца вызова то есть чтобы таймаут накладывался не на вызов функции а на возврат результата через callback это тоже нормальное домашнее задание вполне написать то есть вы можете взять пример из вот этого асинхронного врапера посмотреть как я подменяю callback оборачиваю callback и взять отсюда асинхронный таймаут подумать склеить их вместе и такое решить ну каждый сам решает понятное дело если кто-то не понимает то помогает друзьям списывать бесполезно потому что я все равно не буду смотреть эти результаты только у тех буду смотреть кто первый сделает и захочет показать ну а такие будут единицы так теперь смотрим еще один врапер врапер once это врапер самый простой который ограничивает вызов функции до одного вызова то есть мы вот имеем функцию fn и передаем ее в once и получаем функцию f и теперь эта функция f мы ее несколько раз вызываем но срабатывает только первый вызов второй как бы тоже вызывается но он ни к чему не приводит когда мы второй раз вызываем то функция fn не вызовется то есть все поглотится вот этим вот в рапером once смотрим как once написан у нас тут тоже двойная вложенная лямбда на самом деле во всех в раперах вы увидите двойную вложенную лямбду это необходимо для того чтобы сама функция лежала в замыкании функция которая обернута она лежит в замыкании и дальше что в ней происходит тут мы проверяем если функция точнее если функции нету not function восказательный знак это not если not function то return то ничего не делаем дальше если мы не вышли все еще значит функция какая-то есть то есть в замыкании хранится функция значит мы ее можем вызвать fn передать сюда аргументы она нам что-то вернет вот result дальше мы эту функцию обнулим которая у нас в замыкании сидела и вернем те результаты которые она вернула все очень просто и теперь замыкание осталось но теперь когда в следующий раз она будет вызвана то мы выйдем прямо вот по первой строчке потому что fn будет равно налу тут все понятно так ну это один вызов а теперь мы хотим какой-то счетчик ввести чтобы у нас было ограничение в n-ое количество вызовов функции вот мы тут сделали функцию limit и первым аргументом задаем максимальное количество возможных разрешенных вызовов функции а сюда саму функцию и получили вот такой fn2 теперь fn2 мы вызываем три раза и предполагаем что первые два раза она должна пробросить вызовы в функцию fn то есть сюда а третий раз функция limit фраппер должен поглотить вызов вот этот третий давайте это сначала запустим восьмой пример ну вот видите первый и второй случился третий не случился смотрим как это написано лимит получает на вход два аргумента количество вызовов и функцию все это кладется в замыкание и возвращается опять функция отсюда значит тут у нас еще в этом замыкании заготавливается идентификатор counter переменная которую мы сначала обнуляем а потом каждый раз когда у нас будет вызываться вот эта вот лямбда изнутри мы этот counter наращиваем по единице ну и в случае если этот counter дошел до максимального количества разрешенных вызовов вот тут counter равно count то мы выходим то есть мы каждый раз при вызове этой внутренней лямбды первой же строчкой сразу проверяем не дошли ли мы до конца дошли до конца выйдем потом наращиваем counter и потом вызываем функцию fn с аргументами и то что она вернет нам мы дальше через return возвращаем ну можете сделать какой-нибудь синхронный лимит скрестить его еще с чем-нибудь то есть покрутите дома эти примеры я думаю что тут можно что-нибудь еще придумать я вам еще несколько раперов покажу так что я думаю что основную идею раперов вы уже уловили еще несколько очень простых и часто необходимых в работе в реальной работе раперов вот у нас есть опять-таки функция которую мы хотим рапнуть и мы делаем ее concealable то есть теперь эта функция отменяема вот мы сюда передали fn на выход получили функцию f и эта функция уже может быть отменена вот допустим перед тем как мы из своего модуля программы передаем функцию обработчик какой-нибудь в другой модуль программы мы хотим сделать ее concealable для того чтобы иметь возможность отозвать то есть мы в другой модуль передали ссылку на функцию и мы дальше по идее не контролируем тот модуль может уже сам распоряжаться когда он вызывает нашу функцию мы не можем ему запретить это делать но благодаря тому что мы ее обернули теперь мы можем сделать какой-то флаг внутри обертки хранить этот флаг внутри замыкания и отменять ее то есть если модуль тот которому мы передали функцию f будет ее вызывать а мы в общем будем поглощать эти вызовы просто при помощи этого враппера вот смотрим как это происходит мы один раз вызвали функцию f потом вызвали метод conceal а потом второй раз и второй раз должен поглотиться потому что метод conceal устанавливает флаг о том что все уже запрещены вызовы как мы это реализовываем опять concealable это двойная лямбда тут одна лямбда чтобы породить замыкание в замыкание кладется функция fn дальше вот это вот обернутая функция и к обернутой функции через точку я добавляю conceal и conceal это простой метод вот такой который присваивает fn который хранится в этом замыкании присваивает туда null просто обнуляет этот fn ну и дальше мы возвращаем этот в раппер теперь когда кто-то возвращенный в раппер вызвал то мы тут проверяем если в замыкании есть функция fn то вызываем ее с аргументами нету значит сразу выходим тут все по-моему должно быть предельно ясно ну и теперь возьмем все эти функции склеим в одну вот сделали универсальный наш в раппер универсальный в раппер дальше примешали к нему метод cancel примешали к нему метод timeout и примешали к нему метод limit то есть теперь у меня вот эти вот timeout limit и cancel они теперь не методы о в смысле не отдельные функции а методы методы в раппера сейчас мы разберем каким образом это происходит и теперь как мы можем писать вот опять функция которую мы хотим обернуть а теперь смотрите какой интересный получается цепочный синтаксис это чейнинг называется вот мы говорим оборачиваем функцию fn ставим timeout на 200 миллисекунд ставим ограничение по количеству вызовов 3 вот очень удобно получилось мы написали в цепочку в одной строчке правило теперь первый вызов f передаем туда first дальше ставим setTimeout на 150 миллисекунд потом второй вызов и третий сразу делаем внутри значит в принципе у нас тут должен после третьего вызова случится лимит но мы еще делаем тут cancel и четвертый вызов давайте это дело запустим и потом что-то модифицируем это пример а так о первый второй третий ну все как мы предполагали теперь давайте закомментируем третий и что тогда должно произойти тогда четвертый вызов должен случиться потому что лимит три да но так как мы вызвали еще метод cancel то четвертый тоже поглощается давайте cancel тоже заглушим и теперь первый второй и четвертый должны случиться да первый второй и четвертый теперь добавляем сюда cancel запускаем первый и второй только случаются то есть все варианты все кейсы все что мы реализовали сюда в раб ну примешали к в раб cancel тайм аут и лимит все сработали ну как это работает смотрите у нас опять таки это работает через практически двойную лямбду только тут она не явно задана одна лямбда вот а вторая лямбда вот от в раппера просто мы ее эту лямбду присвоили в переменную а вернули аж аж вот тут вот на самом деле все равно вложенная лямбда получается то есть у нас вот вся вот эта функция это такое большое замыкание и в замыкании у нас хранится лимит это количество вызовов которое разрешено или ноль если не ограничено дальше счетчик чтобы мы считали сколько раз уже вызвались дальше когда мы навешиваем лимит что происходит мы просто в эту переменную которая в замыкании хранится мы туда просто присваиваем аргумент из метода лимит и дальше возвращаем отсюда ратурн в раппер чтобы дальше через точку можно было писать там точка таймаут точка консел и так далее то что у нас везде написано ратурн в раппер отсюда 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 это позволяет нам потом писать вот такой вот цепочный синтаксис так ну как лимит работает понятно он просто в замыкании запихивает значение таймаут работает точно так же как в предыдущем примере он видите он вызывает не совсем так же он собственного собственного флага не имеет таймаут вызывает в рап точка консел то есть у нас уже есть консел и консел имеет флаг так мы будем просто консел вызывать будет нормально ставим это на количество миллисекунд и опять вызываем отсюда ратурн в раппер для чейнинга консел он просто в функцию присваивает null обнуляет ее и все и мы теперь не можем дальше консел вызывать ну кто хочет можете себе задание еще взять разработку еще одного метода сюда в рап точка резюм то есть чтобы вот мы сделали консел чтобы предотвратить вызов функции и можем сделать резюм чтобы опять его возобновить ну тогда мы должны будем ввести сюда дополнительный флаг мы не сможем просто функцию обнулять ссылка на функцию нам будет нужна потому что после резюма она опять должна начать работать поэтому мы не будем обнулять fn а будем иметь еще специальную функцию допустим назовем ее там пауз или консел и она будет просто булевая мы будем переключать true false консел будет ее ставить в false а резюм в true в смысле наоборот да ну а внутри в раппера проверяются все эти флаги и если у нас каунтер дошел до предела то опять вызывается консел и если после этого функция все еще есть то тогда мы ее вызываем наращиваем каунтер ну все как обычно то есть у нас тут в замыкании должно храниться функция и куча флагов счетчиков которые позволяют нам всю эту оберточную машинерию хранить состояние этой функции каждый раз когда мы вызываем надфункции fn в раб создается новое замыкание то есть если мы тут сделаем еще функцию f2 то у нее создастся свое замыкание и у нее будет свой счетчик свой тайм аут и все свое вы понимаете идем дальше у меня еще какой-то есть оптимизированный пример этого же в раб давайте посмотрим как я что-то забыл как он все работает но мы сейчас посмотрим сюда опять-таки передается функция понятно тут у нас количество ну лимит каунтер таймер и мы в локальную переменную fn кладем ссылку на саму функцию все понятно дальше у нас есть вот эта вот обернутая функция которую мы вернем из нашей а дальше у меня все методы да смотрите я тут просто оптимизировал как я просто все методы положил внутри справочника метод так будет просто удобнее cancel resum timeout и limit ну мы их не будем полностью рассматривать потому что тут разъем есть я задал сделать попробуйте сами сделать разъем только другим способом ну вот таким же способом как в предыдущем примере это будет нормальная тренировка даже если вы там не поймете то в следующем примере подсмотрите и переделаете это в тот предыдущий вариант ну потому что сюда в этот пример как же мы добавляем все эти методы они же лежат в другом объекте они лежат в объекте метод а у нас из из обертки возвращается вот эта в рапп функция у нее нет этих методов мы просто перед тем как вернуть вот тут перед ратурным вызываем object assign передаем туда функцию в раппор и передаем туда методы что при этом происходит все эти методы становятся методами этой функции они примешиваются вот мы сейчас начнем рассматривать примеси вы поймете что такое примешиваются то есть у нас есть уже созданный объект он от чего-то унаследован в данном случае он будет унаследован от функции он уже как бы задан и мы к нему прямо к экземпляру можем добавить еще какие-то методы и если вдруг эти методы перекроют методы базовых классов то вот они будут вызываться ну и object assign нам возвращает на самом деле ссылку на первый свой аргумент поэтому мы отсюда просто можем делать ратуру ну и как это работает видите тут более длинный пример вот такой я тоже делаю такой чейнинг синтакс на 200 миллисекунд на 3 и много раз ее вызываю и там один таймер в другом и кучу раз вот я 8 раз ее там вызываю сначала делаю cancel потом resume потом timeout устанавливаю потом limit потом опять resume давайте это все запустим так это пример b 1 2 4 8 ну кто хочет разобраться почему 1 2 4 8 открывает этот пример дома и прослеживает как менялись флаги после каждого вызова еще флаги и счетчики после каждого вызова это не так сложно ну и теперь мы еще сделаем еще одну обертку которая называется throttle и эта обертка ну дроссель по русски она умеет ограничивать количество вызовов функции до ограниченного количества за одну миллисекунду мне кажется или же сейчас давайте я посмотрю а один вызов за 200 миллисекунд вот так она работает throttle то есть ограничитель 200 миллисекунд функцию вот fn а сюда мы передадим с какими аргументами она будет вызываться то есть у нас получится что аргументы функции fn тоже попали в замыкание и дальше у нас есть функция ft вот эта функция ft которая видите можно fn вызвать а можно ft вызвать но ft вызовется таким образом что первый аргумент туда будет уже частично применен тут у нас throttle с возможностью частичного применения на самом деле у нас даже setTimeout в джаваскрипте с возможностью частичного применения потому что если мы после того как написали сюда вот setTimeout функцию потом интервал а потом сюда допустим напишем hello вот это уже будет частичное применение hello придет первым аргументом вот в ту функцию которая передана в setTimeout тут многие функции в джаваскрипте сразу со встроенным частичным применением так смотрим как это работает значит вот мы ее дросселировали до 200 вызовов дальше сделали setInterval то есть каждые 50 миллисекунд будет вызываться вот эта лямбда и будет вызывать fn и ft а потом через 2 секунды мы сделаем clearTimeout который снимет вызов вот этого setInterval и они перестанут вызываться давайте это дело запустим это пример c все видите прекратилось видно что оно вызывалось через какую-то периодичность но не очень часто вы можете потом проследить посмотреть дома что действительно ну мы тут видим что ну и частичное применение сработало вот value1 и value3 и функция обернутая вызывается реже там есть ограничения а функция не обернутая через throttle вызывается чаще хотя мы их вызываем отсюда ну одинаковое количество раз они вот рядом вызываются правильно то есть мы поглощаем часть вызовов таким образом так идем дальше и у нас следующая штука это примеси так mixin это очень простая тема примеси и декораторы сразу ну декораторы у нас будет еще отдельный репозиторий ну смотрим сейчас репозиторий mixin howprograminworks ну вот смотрите у нас тут заготовлено три объекта два пустых и в одном есть поле area 300 теперь мы в второй объект запихиваем тоже поле area и добавляем туда 200 дальше делаем функцию в которую можно передавать объекты вот эти вот общ и эта функция смотрит если у объекта уже есть поле area то оно там и остается со своим значением а если нету поля area то туда попадает ноль area то есть оно не затирает старое значение а только если там ничего нету то записывает туда ноль и добавляет туда метод к этому объекту calculate cost который очень простой и он берет this это ссылка на сам объект у которого этот метод вызывается this.area умножить на price а price к нему приходит аргументом то есть оно подсчитывает цену за площадь допустим это кусок земли или что нибудь такое в неизвестных единицах пока что и в неизвестных деньгах умножает просто площадь на цену так смотрим дальше это мы заготовили функцию mixin теперь вызываем эту функцию mixin calculate cost на объекте g1 что у нас происходит g1 у нас был пустой вообще в нем не было ни свойства area ни метода но они туда появились вот отсюда при этом area будет 0 а calculate cost ну вот туда функция попадет все нормально дальше мы берем кладем эти три функции в массив проходим for each и сюда передаем примесь mixin calculate cost то есть теперь у нас mixin calculate cost по очереди вызовется сначала для g1 g2 и g3 что это к чему это приведет в g3 не будет добавлен метод потому что там уже и так есть метод в g1 не будет добавлен ни метод ни area потому что они там уже есть в g2 у нас там area есть а метода еще нет и он туда добавится то есть у нас теперь у всех этих объектов будет и area и метод calculate cost дальше мы вызываем у всех трех объектов calculate cost со значением с ценой 5 и он должен нам посчитать одинаково ну не одинаково там на самом деле в одном будет нулевая в первом по моему во втором будет 5 умножить на 200 а в третьем будет 5 умножить на 300 все в порядке дальше вы видите делаем что setTimeout и у нас получается t1 это просто таймер это вообще это объект но он объект таймер а не объект который мы создали у себя там приложение и теперь мы вызываем эту примесь t1 у таймера добавляем теперь таймеру area10 и у таймера вызываем calculate cost и он нам все равно считает площадь точнее стоимость по цене в 100 единиц вот этой площади 10 то есть мы можем таким образом понять что примеси миксины позволяют добавлять какие-то методы и свойства каким попало объектам и это очень небезопасный инструмент потому что мы можем сделать там допустим какие-нибудь сокеты таймеры какие-то допустим даже во фронтенде это могут быть какие-то элементы дома или что-нибудь такое или же это могут быть какие-то объекты типа промисы и мы к ним можем примешать что хотим вообще любые свойства любые методы и как бы работать оно будет но потом будет очень странно почему у нас у промиса или у сокета есть метод calculate cost ну это часть предметной области и так писать вообще плохо и тут неявное примешивание потому что у него класс 1 а методы там какие-то другие примешаны попробуем как это работает иногда все-таки приходится прибегать к mixin поэтому тема такая что уметь нужно но нужно аккуратно этим пользоваться первый пример ну вот видите значит 0 это от объекта g1 от g2 от g3 а это таймер посчитал ну примешали это дело к таймеру теперь мы там просто примешивали присвоением через точку и можно еще присвоением через квадратные скобки добавлять свойства но мы попробуем сейчас еще сделать присвоением через функцию extend вы знаете во многих джаваскриптовых библиотеках функция extend реализована ну тут у меня две реализации функции extend на самом деле сейчас уже ее реализовывать заново не нужно потому что у нас есть просто object assign это то же самое что и extend самая простая ее реализация это вот такая что мы первым аргументом присылаем сюда объект а вторым аргументом присылаем другой объект в котором находятся все те ключи которые нужно примешать и эти все ключи должны быть скопированы в object 1 как мы это делаем object .keys сначала из mixin из этой примеси забираем все ключи которые нужно примешать теперь у нас на выходе вот тут после вычисления вот этого у нас получается массив ключей которые лежали в mixin дальше мы походим по ним форычем берем каждый ключ и перекладываем его в объект вот object.key равно mixin.key то есть мы из mixin берем значение этого ключа и кладем его в объект и дальше возвращаем ссылку на этот объект вообще это можно было бы еще переписать на более страшный вид ну сейчас момент так будет выглядеть короче оп и тут нужно еще скобочка вот так все вот это то же самое но согласитесь вот так оно читается получше но если этот способ он похож на все-таки это что-то смешанная парадигма функциональная и тут последовательность действий все-таки присвоение к этой есть return то тут у нас это совсем функциональный подход но он не особо тут красив но мы можем вообще это все совершенно императивно написать просто через форм вот это этот же extend переписан через for мы проходим for in по mixin там проверяем кстати вот еще полезная вещь мы у mixin проверяем mixin точка has own property то есть есть ли у него свой ключ кстати это ошибка надо писать object сейчас object точка has own property по моему вот так давайте посмотрим доку потому что я забыл я это дело не особо юзаю jss has own property да object prototype это действительно у object то он есть а он все-таки ошибки не было sorry можно действительно вызывать у самого объекта то есть у этого объекта есть ссылка на его родителя и так он дойдет до прототипа object и у этого прототипа найдет has own property и мы узнаем является ли этот ключ личным ключом этого объекта или он унаследован от кого-то другого вот зачем нам нужен has own property и если это его личный ключ то только в этом случае мы его копируем ну потому что у этого миксина могут быть какие-то унаследованные ключи а их копировать не нужно так ну вот мы тут просто через for if и присвоение и потом return чисто императивный способ так вот написали теперь попробуем его примешать вот у нас есть объект в котором опять лежит наш досточетимый Марк Аврелий с годом рождения и есть миксин в котором у нас есть преобразование всего императора в строку вот так и вычисление ему возраста при помощи data мы берем возраст только в годах значит как это работает теперь мы видите вызываем extend object1 миксин1 мы расширяем объект1 вот этим примесью миксин1 и дальше у нас у Марка Аврелия появляется toString и мы можем вызывать у него точка age и значит у вот этих вот методов которые внутри миксина лежат они теперь могут ссылаться на объект через точка this то есть тут они ссылались на объект миксин1 а после того как мы их переложили они теперь ссылаются на этот object1 так идем дальше но все это же самое вот смотрите точно такой же объект1 и точно такой же миксин и есть еще миксин2 только с одним toString как мы ими пользуемся вот пишем object assign сюда object1 а сюда можем еще несколько миксинов прибавить видите миксин1 и миксин2 то есть в данном случае в данном случае у нас метод age возьмется из миксина 1 и сначала оттуда возьмется еще toString и он тоже примешается к object1 а потом туда применится еще миксин2 вот этот вот а у него свой другой немножечко метод toString если тут toString был такой что он говорил что такой-то человек родился в таком-то городе в таком-то году а тут toString говорит что вот через тире это все человек тире город тире дата рождения ну вот мы сейчас можем посмотреть мы все это перемешали к object1 и теперь выводим object1 на экран и выводим его toString и можем посмотреть что именно выведется должен вариант через тире вывестись о видите вот он через тирешку и вывелся ну вот что получилось после миксина там его собственные поля а также вот эти вот два метода они туда попали все нормально так смотрим дальше но это были примеси когда мы примешивали определенные поля а теперь мы попробуем примешать потому что вообще мы можем примешать какое-то поведение давайте посмотрим сначала пример использования вот сделали image это пустой объект дальше мы миксинем в этот image что он scalable что он может изменять значит масштаб и вызываем тут ну печатаем before scale и потом вызвали метод scale и вызвали after scale дальше мы к этому имиджу миксинем что он лейзи ленивый ну и говорим before scale потом вызываем scale и потом after scale смотрите в чем тут интересность если мы это дело запустим четвертый пример как первый раз вызовется видите before scale потом image scaled а потом after scale а теперь добавили ленивости before scale after scale а потом только image scale вот почему-то он отложился то есть вызов мы scale делаем тут точно так же как и тут делали то есть у нас функциональность самого объекта имидж никак не поменялась там был один метод scale и остался один метод scale только единственное этот метод начал отложенно вызываться через set immediate то есть в данном случае примесь она оберточная примесь вот как в предыдущем варианте причем она еще такая оберточная что она не изменяет структуру этого объекта лейзи никак не изменяет его структуру вот посмотрите как происходит ну scale у нас просто добавляет метод scale который выводит на экран что имидж перескейлин а лейзи что делает оно сохраняет себе в замыкании ссылку на предыдущий метод scale вот так и примешивает туда имидж scale свою лямбду примешивает и на этой лямбде вызывается сет и когда этот сет и срабатывает то случается scale поэтому так и получается что метод тут после первой обертки scalable метод сразу вызывается а тут он откладывается и становится ленивым то есть видите тут произошло вроде как и врагер и миксин вместе так сейчас посмотрим еще какая штука да бывают еще примеси которые могут что-нибудь изменить у класса вот пример у нас есть класс rect у него есть конструктор xy и ширина и высота они просто свои аргументы конструктора перекладывают в свойства объекта тут все понятно но и у него есть еще метод toString который все это дело выводит на экран тоже все понятно дальше мы хотим ну это просто прямоугольник а теперь мы хотим сделать из этого прямоугольника квадрат при помощи лямбда примеси вот она у нас выглядит вот таким образом равностороннее эквилитерал и сюда на вход первым аргументом мы передаем ссылку на класс а возвращаем отсюда класс extends категори то есть мы экстендим аргумент нам приходит аргумент категори мы его экстендим и экстендим его чем конструктором в этом конструкторе уже три аргумента x y и side почему потому что мы хотим сделать этот прямоугольник равносторонним то есть квадратом теперь мы x y передаем один раз а side передаем два раза одинаковый потому что ширина и высота у него будут одинаковые вот мы теперь имели класс rect передали его в обертку получили из него квадрат и теперь создаем новый экземпляр квадрата и у него уже три аргумента то есть мы на лету сделали из одного класса другой при помощи вот такой вот обертки лямбда врапера так ну давайте это запустим потому что это выглядит внушительно о сработало можете еще этот код дома посмотреть покрутить его если что я его потом еще раз объясню так кроме того мы можем примешивать не только поведение не только свойства мы можем еще примешивать и события ну на самом деле мы же еще ивент эмиттера не проходили ивент эмиттера не проходили тогда я вам про примешивание событий расскажу чуть позже потому что у нас тут видите есть примесь movable и имитабл и мы ивент эмиттер примешиваем ну мы можем наследоваться от ивент эмиттера а можем его примешивать ну это я чуть позже тогда покажу и этот 7 пример тем более чуть позже покажу потому что он позволяет нам иметь вот такой вот датасет и тут мы примешиваем к каждой строчке ну я идею такую общую расскажу к каждой строчке будем примешивать класс потому что тут строчка это array а мы этой строчке будем внушать что она не array объект и что она экземпляр класса person видите, чтобы потом уметь писать к датасету person запрос вот таким способом который очень похож на какой-то SQL запрос чтобы в виде лабды написать person, у которого имя не пустое возраст больше 25 и город Рим и теперь мы можем их отфильтровать по этому запросу и вывести на самом деле я вам этот пример приведу больше в порядок чтобы он был более понятный и покажу вам на одной из следующих лекций так, что у нас сегодня еще мимоизацию мы не смотрели примеси, обертки декоратора смотрели, мимоизация на самом деле мимоизация это тоже обертка которая делает определенную вещь она умеет кешировать результаты функции то есть если функция вызвана несколько раз а там внутри в нее передана чистая функция то мы бы могли сохранить с какими аргументами была эта чистая функция вызвана и что она вернула и каждый раз не вычислять одно и то же а брать просто из кеша давайте посмотрим как это происходит мимоизация вот самое простое самый простой мимоиз вот его реализация и тут и то эта реализация на самом деле может еще быть упрощена но смотрите тут точно так же как во всех обертках две лямбды вот это наружное туда попадает в замыкание фн и тут возвращается тоже лямбда через ретун но еще мы заготавливаем кеш внутри замыкания этот кеш потом мы в этот кеш будем добавлять ключи и хранить в них аргументы и результаты вызванные так теперь пробуем как мы этой функцией пользуемся вот смотрите у нас есть функция сумсек с двумя аргументами а и б ну она просто умеет подсчитать сумму всех чисел от а до б ну на самом деле туда можно было что-нибудь такое запихнуть типа фибоначчи чтобы она долго вычислялась ну тут нам же нужно просто продемонстрировать как она работает хотя пример фибоначчи по-моему у меня тоже где-то есть сейчас найдем смотрите значит тут у нас цикл мы складываем все эти числа от а до б и возвращаем тут все понятно как она реализована теперь мы эту функцию мимоизируем вызываем мимоиз и передаем туда сумма последовательности sequential секвенс и получили на выход тоже функцию мимоизированная сумма последовательности мимоиз сумма секвенс так и вызываем первый раз передаем туда 2 и 5 от 2 до 5 вызываем второй раз опять передаем от 2 до 5 вызываем третий раз передаем туда от 2 до 6 ну в принципе второй раз когда мы вызываем аргументы те же самые как и отсюда поэтому можно было бы вообще один раз посчитать и при втором вызове просто брать с кэша как мы это делаем вот мы заготовили кэш и потом когда первый раз вызываем сюда в эти аргументы 2 и 5 приходит ну мы это забираем при помощи раст оператора в массив args дальше нам нужно сгенерировать специальный ключик который мы будем по этому ключику искать в кэше каждый раз когда с одинаковыми аргументами у нас вызывается функция то есть мы из всех аргументов вот эти аргументы сюда передаем в generate key сейчас мы разберем как мы будем генерировать этот ключик и создаем себе строчку которая вот key называется дальше мы ищем в кэше может быть в кэше уже что-нибудь есть под этим ключом и он нам возвращает value вал дальше смотрим если вал какой-то есть не пустой то мы его просто возвращаем return вал из кэша возвращаем а если нет то исполнение идет дальше мы вызываем функцию fn и разворачиваем туда массив аргументов чтобы она нам подсчитала действительно это значение берем результат и запихиваем его по этому же ключу опять в кэш все понятно ну и делаем return этого значения естественно которое у нас запрошено теперь как нам вычислить ключ ключ вычисляется при помощи вот этого вот этой лямбды которая называется generate key ну можно любой другую написать но принцип вы сейчас уловите мы берем аргументы массив аргументов мапом проходимся по ним и для каждого аргумента вызываем функцию arc key сейчас мы ее тоже рассмотрим то есть мы каждый аргумент преобразуем в строчку при помощи arc key мы его сериализовать должны а дальше так как аргументов много и они попадают в array мы этот array должны еще склеить через вертикальную черту можно через любой другой символ который не используется в типах или в параметрах где-нибудь вертикальная черта она достаточно уникальная можно сюда несколько этих черт запихнуть чтобы точно нигде в аргументах или какую-нибудь уникальную последовательность символов сюда запихнуть можно какой-нибудь юникод запихнуть дальше теперь мы хотим один аргумент преобразовать в строку вот мы этот аргумент получаем сюда это x мы берем его значение toString и берем его тип type of x и разделяем их двоеточие то есть у нас будет допустим 5 двоеточие number или там hello двоеточие string то есть значение и тип и вот эти значения и типы разделенные вертикальной чертой это и будет у нас ключ мы все это преобразуем в строчку и будем по ней искать в кэше и хранить в кэше ну давайте первый пример этот запустим так о значит как он сработал первый вызов дальше вычисляем сумму значение 9 второй вызов тоже от 2 до 5 берем из кэша написано берем 9 третий вызов от 2 до 6 нужно опять вычислять сумму и вот на 14 равна в принципе тут для этого calculate сама можно было бы рекурсивно вычислять сумму и вот это вот от 2 до 6 оно бы разворачивалось сначала 6 плюс от 2 до 5 плюс от 2 до 4 плюс от 2 до 3 и так далее оно бы рекурсивно вызывало этот сумм просто отнимая единичку правильно складывая последний аргумент второй аргумент плюс рекурсивный вызов функции с значением на минус 1 можно было бы сделать через рекурсию и в этом случае вызов вот этой вещи сумм 2 6 привел бы на второй итерации рекурсии к тому чтобы из кэша взялась сумма 2 5 это было бы очень интересно ну давайте дальше посмотрим теперь мы хотим проверить скорость ну на примере собственно кэш нам вообще что-то дал скорости или нет мы это та же самая реализация мимоизации только мы теперь еще хотим сравнивать скорость для этого вот мы заготавливаем переменную себе 10 тысяч сравнений будем делать сделали функцию спидтест сейчас я вам расскажу как она работает дальше вот это лямбда это вычисление фибоначчи вот это весь алгоритм вот он в функциональном стиле пишите и вот он будет так вот красиво и затейливо выглядеть то есть сюда пришло число от которого фибоначчи нужно вычислить дальше мы проверяем если это число меньше равно 2 то там единица правильно потому что два первых итерации фибоначчи это единица и потом опять единица а дальше уже нужно вычислять фибоначчи от минус единицы плюс фибоначчи от минус двойки рекурсивный вызов то есть как бы страшно выглядит а вот если разобрать то абсолютно все простое теперь дальше мы запускаем функцию спидтест сюда вот это вот в виде вывода на экран просто лейбочку такую добавляем фиб20 дальше говорим что будем вызывать функцию фибоначчи с аргументом 20 а это уже очень много и будем это делать 10 тысяч раз лупка теперь мы мимоизируем функцию фибоначчи передаем ее в мимоис и возвращаем mfib вот такой дальше что делаем мы опять вычисляем скорость опять 10 тысяч раз крутим все это дело давайте попробуем второй пример о ну вы заметили что сначала она сильно долго ждет это обычный фибоначчи не мимоизированный происходит а потом так а вот это тут у нас выводится количество миллисекунд сколько потратилось фибоначчи от 20 умножить на 10 тысяч вызовов это 1258 миллисекунд а вот мимоизированный фибоначчи от 20 10 тысяч вызовов это 15 миллисекунд ну так как фибоначчи у нас рекурсивный поэтому каждый вызов к предыдущему фибоначчи он уже у нас посчитан и поэтому мы его берем из кэша и так мало получается то есть на каждой следующей итерации почти все будет браться из кэша почти 100% берется из кэша так ну смотрим как у нас спидтест написан это самый примитивный спидтест таким не пользуйтесь он работает только вот скажем так в таких вот очень явных примерах когда скорость сильно сильно разная чтобы нам более точно измерять скорость у нас будет специальная лекция на которой я покажу как делать тесты скорости такс ну смотрите спидтест сюда приходит имя теста функция которую будем вызывать с какими аргументами сколько раз вызвать дальше мы заготавливаем себе временный массив который будем результаты помещать мы его просто потом выбросим этот массив но он нам нужен хотя бы только для того чтобы оптимизирующий компилятор и оптимизатор всего этого кода вообще не выбросил все это дело потому что он скажет ну вы вычисляете какую-то функцию а потом вообще выбрасываете эти параметры которые результаты которые из нее возвращаются наверное можно вообще функцию не вызывать не то что там из кэша брать вам наверное вообще не нужно поэтому мы заготавливаем себе этот массив и потом будем к нему обращаться таким образом чтобы он не смог его вот так вот выбросить этот код дальше мы засекаем время начало дальше крутим цикл от единицы до count вызываем функцию fn даем ей аргументы и результат пушаем в массив tmp дальше ищем какое сейчас время осталось end разница во времени end минус start сколько это длилось а теперь мы говорим что вот функция такая-то вычислялась и тут мы обращаемся к своему массиву в который мы результаты запихивали и там 10 тысяч записей и благодаря тому что мы к этому массиву обращаемся оптимизатор не может его выбросить вообще tmp.lands мы хотя бы лэнс из него считали он не догадывается что мы не считываем оттуда сами результаты ну вот не умеет пока может быть скоро будет тоже догадываться и сразу этот массив ну в смысле этот цикл мог бы быть более умным интерпретатором сведен к тому что он бы сразу создавал бы массив пустой с 10 тысячами пустых элементов ну просто пушал бы функцию бы не вызывал а туда 10 тысяч пустышек бы запихивал все равно мы из этого массива ничего не читаем мы теряем все эти элементы потому что мы вот тут вышли из этой функции никуда ничего не вернули ну в общем как засекать скорость вы более-менее поняли так но мемоизация это такая штука что там же накапливается этот кэш и кэш нужно сбрасывать потому что ну а вдруг кто-то будет вызывать его 24 часа подряд и постоянно будет туда совать какие-то новые значения и у нас там накопится гигабайт данных и у нас node.js или браузер просто лопнет от того что значит там очень большой справочник накопился теперь смотрите как мы это можем избежать во-первых мы вместо объекта будем использовать в мимоазе тут new map это справочник new map и у него мы к нему обращаемся уже не через квадратные скобки чтобы там искать и читать а через специальные методы вот допустим где у нас тут ага вот cache.get видите это я ищу ключ в этом справочнике и сейчас сейчас cache.delete это я удаляю из справочника и cache.set это я добавляю ключ в справочник или устанавливаю его в справочник и тут я еще и каждый раз должен проверять потому что у меня написано что этот мимоазе с двумя аргументами функция и длина то есть в справочнике должно быть не больше чем n-ое количество вот лэнс элементов поэтому я точно так же делаю generate key дальше я смотрю что если этот ключ в кэше есть cache.hs этот ключ то я его get ее оттуда и возвращаю сразу если нет то я вычисляю его и теперь cache.size потому что у справочника есть длина если cache.size больше чем разрешенная длина я должен взять из кэша ключи взять последний next ключ взять его значение и удалить его при помощи cache.delete а дальше туда добавить еще один ключ то есть я самый последний ключ первый ключ первый добавленный ключ удаляю из справочника и еще один в конец добавляю ну и тут что у нас будет вычисляться вот этот макс максимальное число из вот такого вот количества вариантов давайте мы это запустим и посмотрим что оно действительно правильно закешировало и не кэшировало больше чем три разных значения видите сюда в мимайз идет троечка значит что кэш равен трем элементам нода 3 допустим раз теперь смотрим с десяткой а вот тут я еще и наши ключи вывожу то есть я говорю что вызвался с аргументами 10 и 8 и в данном случае мы вызываем таки функцию и не ну вот вызов функции приводит к calculate мы ее вычисляем в следующий раз calculate не вызывается просто видите call потому что 10 и 8 уже в кэше лежит следующий вызов 1 и 15 в кэше еще нету 1 и 15 поэтому вызов приводит к calculate 1 и 15 теперь тоже лежит в кэше дальше мы 12 и 3 туда передаем опять нужно вычислять потому что там такого нет но у нас уже заполнились 3 элемента в кэше теперь опять 15 и 2 где-то у нас 15 и 2 уже был а нет то был 1 и 15 и опять нужно вычислять теперь мы дошли до 3 элементов и чтобы сохранить 15 и 2 в кэше нам нужно удалить оттуда 10 и 8 первый самый который мы закешировали правильно и теперь если мы вот тут вызываем этот макс и передаем туда 10 и 8 уже в кэше его не будет и оно сразу вычисляет его заново и опять кладет в кэш ну то есть теперь у нас оно не будет разрастаться я тут взял очень небольшой размер 3 класть всего лишь 3 ключа в справочник это не очень эффективно я думаю что там должны быть какие-то сотни или тысячи значений ну вообще мимоизация может использоваться или при математических вычислениях или очень часто при каких-то долгих операциях допустим при чтении файлов при доступе к базе данных при работе с сетью но нам тогда нужна будет асинхронная мимоизация то есть нам нужно будет мимоизировать асинхронные функции они отличаются асинхронным тем что у них результат приходит в колбек вы знаете поэтому делать это нужно точно так же то есть мы берем тот пример который у нас умел делать обертки для асинхронных функций и берем функцию мимоиз синхронную и скрещиваем их вот и получаем асинхронную мимоизацию вот она написана сейчас посмотрим такой примерчик сначала как он пользуется как им пользоваться вот мы мимоизируем функцию readfile ну это на самом деле не обращайте внимания это вызовы к ноде я вам сейчас быстренько поясню что она делает но это просто асинхронное чтение файла у нас в ноде есть модуль fs и там есть метод readfile мы ему даем имя файла кодировку и он нам в колбек возвращает или ошибку или данные из этого файла и теперь мы распечатаем длину этого файла и его же опять начинаем отсюда считывать и опять распечатаем длину этого файла так вот второй раз вот отсюда этот же файл считывается правильно в нем же пока что ничего не поменялось ну то есть как бы мы считаем что никто на винте нам не лазит и не портит и если мы считываем файлы по одному и тому же имени то они те же самые остались мы потом конечно можем сбрасывать кэш допустим если кто-то изменяет эти файлы на винте мы можем сбрасывать кэш ну это мы на отдельных лекциях по ноде будем смотреть как наблюдать за файловой системой и так далее но вот тут мы асинхронную функцию readfile мы ее мимоизировали и второй раз когда мы будем делать readfile то уже обращения к файлу не будет давайте попробуем это сделать о значит смотрите тут вот первый раз нет не первый раз вот первый раз обратились к этому файлу readfile четвертый файл так 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 считали из файла и дальше сохранили под ключом под именем 4async сохранили в кэш после этого мы распечатываем кэш там у нас лежит 4async.js и ошибка лежит и данные лежат но ошибка null потому что на самом деле нам нужно закешировать и то что файл с ошибкой считался ну смотрим а это содержание файла дальше ну длина распечатывается 997 и дальше мы еще раз readfile делаем с тем же самым аргументом 4async и кэш в кэше он уже есть теперь смотрим дальше так 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 вот оно пишет что взяла из кэша ну и длина вот такая взяла из кэша это значит что мы сейчас найдем как оно там называется from cash from о вот откуда это распечатывается from cash из середины этого мимо айза который искал по кэшу где он искал по кэшу вот видите он через квадратные скобки по имени файла искал в кэше и если там не пусто то есть если рекорд найден то он берет из кэша и просто возвращает в колбек рекорд который в кэше лежит имеет два поля рекорд error и data вот я думаю что если вы сами рассмотрите будет вам домашнее задание этот асинхронный мимо айз то тут как бы у вас уже достаточно я вам разбирал примеров чтобы сегодня асинхронный врапер мы разбирали и просто обычный мимо айз разбирали поэтому асинхронный мимо айз вы вполне можете сами дома освоить такс 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 сейчас посмотрим да после этого вот видите мы берем из кэша и возвращаем это в колбек так так и сразу ретурн делаем а вот если если в кэше ничего не было то мы вызываем саму функцию fn в данном случае в этот fn попадает readfile вот и тут мы должны сохранить в кэш вот видите в кэш тут сохраняется объект я два аргумента объединяю в объект и сохраняю в кэш ну в общем все остальное дальше вы смотрите сами как это срабатывает да ну сейчас еще такая штука дело в том что в кэше нужно хранить ключи так чтобы у нас не было коллизии ключей то есть если вдруг ну как бы комбинация ключей при одном вызове будет совпадет с комбинацией ключей при другом вызове нехорошо и кроме того может такое случиться что у нас все ключи будут очень похожи и поиск по этой коллекции поиск по кэшу будет очень сильно вырожден то есть если мы будем читать файлы у которых имена похожи и очень длинные имена и файлов много и в этом случае будет неоптимальный поиск по хешу поэтому нам бы желательно все аргументы функции еще вычислять от них контрольную сумму или какую-то какую-то хеширующую функцию и в данном случае вот у нас в пятом примере будет использоваться ша алгоритм хеширования ша он лежит в модуле крипто в node.js и как он работает мы вызываем крипто.create эшмак говорим ша 256 запихиваем туда ключ который мы хотим захешировать update key и забираем его преобразованный в 16-ричную строчку digest hex ну а все остальное mmois абсолютно точно такой же то есть тоже посмотрите этот пример он позволяет нам преобразовать все разные типы аргументов и любые ключи у нас в кэше преобразовать его в специальную hash функцию ну это для того чтобы в этом объекте хранить их более более в уникальном виде что ли и чтобы они равномерно были распределены по объекту так ну и еще я сюда положил два примерчика тут реализованный mmois более сложный кто разберется со всеми предыдущими примерами можете посмотреть этот это уже промышленный mmoisa то есть это тот mmoisa который можно использовать в реальных проектах он немножечко более сложный ну и он тоже асинхронный видите он асинхронный но написан он интересным способом через прототип этот прототип видите пустой но мы чуть ниже вот тут вот к прототипу добавляем метод а тут через set prototype off функции примешиваем прототип а тут через object assign к функции примешиваем поля поля берутся вот отсюда это делается для того чтобы не использовать замыкание то есть тут у нас тоже функция обертка вот это mmoise это тоже функция обертка но она работает практически без использования замыкания ну в общем кому будет интересно посмотрите это делается для производительности вот этот код который сейчас я вам показываю он просто будет на порядок быстрее чем обычная мимоизация с замыканием так и тут еще ссылочка и пример кода с асинхронной мимоизацией которую наши же студенты написали и положили в библиотеку metasync в npm и тут я просто импортирую функцию mmoise из metasync вот я ее применяю к readfile и дальше просто использую то есть это та же самая функция которая здесь она просто там чуть-чуть может быть больше даже более новая версия есть вот тут ссылка на эту библиотеку и вот ее использование вот такое так и так что мы сегодня проходили это декораторы обертки примеси и мимоизация я думаю что вы поняли что это все смежные смежные темы я думаю что я вам в ближайшие же дни пришлю список задач которые можно было бы с ними порешать ну и с теми темами которые мы уже прошли я думаю что мы уже достаточно прошли чтобы что-то практическое делать ну все пока пока